Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Последние денечки сентября. И пока погода еще более или менее нормальная, сухая, принято решение убирать всю оставшуюся капусту. Довольно много белокочанной капусты уже убрано, примерно половина. Немного посолено, часть израсходована для еды. И вот осталось, собственно, не так уж ее и много. Всего 5 кочанов капусты. Вот видно, это капуста Надежда. Вот такие кочанчики. Капуста в этом сезоне выросла нормальная. Кочаны довольно крупные, налитые, тугие. Вопросов с ними нет. Вот капуста Слава, еще более крупная, еще более мощная. Вот этот кочан вообще собирается, по-моему, идти на рекорд. Очень крупный кочан. Постараюсь потом его завесить, если получится. Но, правда, со Славой были некоторые проблемы. Поскольку я не стал ее крутить, как делают некоторые огородники, или подрубать корни, поскольку было сухо. Вот видно, земля сухая. Но все-таки пара кочанов Славы треснула. Один был использован для еды, страшного в этом ничего не было. Ну, а второй был использован на засолку. Но в остальном с капустой никаких проблем. Должен заметить, что вот эта капуста, она была посеяна семенами прямо вот на эту грядку в начале мая. Так делаю уже давно. То есть рассаду капусты дома не выращиваю. И капуста взошла неплохо. Над грядочкой было сделано укрытие, поскольку май был очень холодный. И затем капуста, часть была рассажена по участку, ну а часть так и росла на этой грядке. Еще остался вон единственный качан капусты. Вон он. Там было 4 качанчика, 3 уже тоже срублено и израсходовано. Это все белокачанная капуста. Двух сортов Слава и Надежда. Его сейчас буду убирать. После того, как капуста подросла, была сделана одна единственная подкормка раствором куриного помета 1 к 10. Вот на эту грядочку использовалось примерно одно ведро раствора. Ну и на вторую примерно так же, где осталась единичная капуста. И после этого никаких хлопот капуста не доставляла. Гусениц, к счастью, было не очень много. Тем более, вот на эту грядку была установлена специальная сетка. И они вообще туда не пробрались. Ну правда, и на другой капусте их были единицы. Собирал их вручную и никаких вопросов. Некоторые огородники могут заметить, что срубаю капусту довольно рано. Конец сентября. Обычно ее срубают попозже. Но дело в том, что вот эта капуста, она на засолку не пойдет. Поэтому есть смысл срубить ее пораньше, чтобы морозы ее не повредили. Эта капуста будет храниться в свежем виде. В погребе она хранится довольно нормально. Кроме того, еще осталось два кустика цветной капусты Коза Дереза. Часть этой капусты уже срублена и использована. Но вот на этих кустиках качанчики были совсем маленькие. Поэтому ее оставил. Но сейчас смысла никакого ждать дольше, что они нарастут, нету. И тоже она будет срублена. Кроме этих сортов, вот здесь еще два растения капусты краснокочанной, сорта Рубин. К сожалению, она мелковата в этом сезоне. Но тоже оставлять ее расти дольше смысла нету. И тоже она будет срублена и отправлена на хранение. Также и с капустой Брюссельской. Это сорт Геркулес. Вот такая вот довольно высокая капуста. Хотя она сначала отставала. Напомню, она тоже была посеяна семенами в начале мая. И все-таки выросла. Уж не знаю, насколько там много кочанов. Посмотрим, когда срубим. Но эту капусту тоже буду удалять. И самая последняя капуста, которая еще вот осталась. Вернее, остатки капусты. Это капуста Кейл. Срезали ее несколько раз. И вот видно, остались одни черешки. Ну и листьев совсем немного. Я думаю, эту капусту тоже пора уже удалять. Хотя, может быть, и оставлю еще до самой поздней осени. Это капуста Кейл. Используются у нее листочки. Очень довольно вкусная, кстати. Срубать кочаной капусты очень удобно вот таким небольшим топориком, который постоянно используем. С этим никаких проблем. Сначала рублю капусту под корень. Очень крепко казалось. Отношу поближе к компостному ящику. Там листья будут отделены. Отправлены в компост. Ну а кочан подготовлен к хранению. Точно так же срубаю и цветную капусту. Ботва у нее очень мощная. Но, к сожалению, головки не такие крупные, как хотелось бы. Но делать нечего. Вот такой вот кустик цветной капусты. Посмотрим потом, какие головки на последних вот этих растениях. Теперь дошла очередь до краснокочанной капусты. Вот такая вот капустка. Ну и напоследок рублю капусту брюссельскую. Сорт геркулес. Посмотрим сейчас, что это за геркулес. Ну видно, качанчики есть. Потому что, на сколько их много, будет видно после уборки. Ну, сам стебель очень мощный. Ну, в принципе, есть и качанчики. И после некоторых колебаний капусту кейл решил еще оставить. Пусть растет. Она никому не мешает. Может еще некоторое время удастся использовать ее зеленые вкусные листики. Как уже упоминал, вся эта капуста пойдет на хранение, будет храниться в погребе и использоваться в свежем виде. Раньше я делал это следующим образом. Отделял листья, нижние не очень качественные. И подвешивал в погребе за кочерыжку оставшуюся качан. Хранился он нормально. Но сейчас делать это мне неудобно. И храню капусту немного по-другому. То есть, также очищаю качан. Но кочерыжку убираю совсем. И вот эти кочаны укутываю в укрывное полотно. И в таком виде они хранятся в погребе. И тоже хранятся очень хорошо. После того, как капуста убрана, старые листья и сорняки на грядке не оставляю. Считаю, что лучше потратить немного времени все это убрать. Только кочерыжки остаются. Они будут, если не перепреют, удалены весной. Но, как правило, они уже перепревают к этому времени. И земля уходит под зиму чистой, без сорняков. В этом большой плюс в том, что весной сорняков здесь не будет. Эту грядку можно удобрять. И проводить на ней разные работы. И много времени весной будет сэкономлено. Вот так выглядит грядка после уборки капусты. Нет на ней ни сорняков, никаких растительных остатков. Единственное, что в зависимости от планировки участка, сюда может быть внесено под зиму удобрение или песок. Пока не могу сказать. Это надо смотреть план участка. И вот последние кочаны капусты убраны. Оставлена только все-таки капуста кейл дальше расти. Ну, там и показывать нечего. Осталось от нее совсем немного. Можно подвести некоторые итоги. Белокочанная капуста. С белокочанной капустой никаких вопросов нет. Уже где-то столько же кочанов срублено, использовано. И вот пять кочанов. Довольно хороших. Они тугие, крупные, увесистые. К сожалению, нет возможности у меня завесить вот этот кочан. Да и, собственно, остальные и прочие. Поскольку они все больше пяти килограмм явно. Ну, это не суть важно. Кочаны нормальные. Тугие. Более или менее нормальное состояние. Здесь два сорта, напомню, слава и надежда. Кочерыжки пока отрубать не стал. Там по месту уже при хранении в погребе с ними решу. Может, все-таки часть подвешу. Ну, а часть будет храниться в укутанное, повторюсь, в укрывное полотно. Вот пять кочанов капусты. Причем это не маленькие кочаны. Вот такие вот. Вполне будет достаточно. И еще немного капусты посолено. Последняя цветная капуста не порадовала. Ну, времени расти ей уже нету, поэтому не жалею, что убрал. Но должен заметить, что все-таки даже самая последняя цветная капуста Коза Дереза все-таки завязала вот такой маленький смешной кочанчик. И если было бы время, может быть, и выросла бы неплохая головка. Ну, вторая чуть побольше. То есть, по сорту капусты Коза Дереза можно сделать следующий итог. Все растения завязали кочаны. Ну, правда, два совсем маленьких, один только нормальный. Было их всего три. Краснокочанная капуста Рубин. Один кочан побольше почему-то вырос. Вот он. Второй поменьше. Ну, столько и было задумано. Два кочаная я хотел вырастить, чтобы посмотреть на этот сорт капусты. Капуста очень крепкая, тугая, налетая. Что маленький кочанчик, что большой. Так что капуста Рубин вполне нормальная. Ну, а вкус посмотрим, какой будет больше. А вот это капуста Брюссельская Геркулес. Ну, Геркулес-то он Геркулес. В смысле, что очень рослая, мощная капуста. Но, видно, что, хотя и кочанчики на ней есть, но они какие-то рыхловатые, какие-то немного не очень красивые, как бывало у других сортов. Ну, какие-то не очень хорошие кочанчики. Конечно, их можно использовать, их можно почистить и использовать, что и будет сделано. Но, в целом, не могу сказать, что этот сорт капусты мне понравился. Хороших кочанчиков не очень много. Ну, вот они должны быть вот такие вот. Ну, может, чуть крупнее, крепенькие такие должны быть. А здесь какие-то рыхлые. Ну, может быть, погода на это повлияла, не знаю, или сорт такой. Ну, как бы то ни было, урожай брюссельской капусты есть. И за это ей большое спасибо. Как смогла, так и выросла. Сезон был не очень благоприятный. Вот, таким образом, можно подвести итоги по выращиванию капусты в этом сезоне. Белокочанная капуста выросла, ну, я считаю, просто отлично. Вообще никаких претензий. Цветная, ну, можно сказать, что удовлетворительно. Но, хорошим урожай я бы не назвал. Краснокочанная, хорошая. Ну, брюссельская, даже не могу сказать. Урожай есть, но как-то он не вдохновляет. Вот так показала капуста себя в этом сезоне. В целом, можно сказать, что поскольку белокочанная это основная капуста, то, что капустой я доволен. А то, что брюссельская не очень и цветная, да и пускай. Это не так уж и важно. Ну, и в конце пожелаю всем огородникам выращивать капусту. Разные сорта пробовать. Я тоже каждый сезон пробую разные сорта. И получать хорошее урожае. Ну, а капуста всегда нужна, я считаю. Ну, а своя капуста, она нужна вдвойне, поскольку она вкусная. И свежая капуста хранится довольно долго. До марта точно ее можно хранить. А может быть и дольше некоторые огородники хранят. И эта капуста, я думаю, лишней никогда не бывает. Это экологически чистый продукт. Здесь никаких химикатов, поскольку выращивал ее для себя. Так что, надеюсь, эта капуста будет только радовать. Желаю всем хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.